Добрый вечер. Как вы можете заметить, я стою с огромной кучей вещей. Дело в том, что в период... Почему я с этой штукой стою? О чем сегодняшнее видео? Дело в том, что в период с конца августа, примерно по начало октября, я купила достаточно много вещей, потому что, знаете, типа, нужно купить осенний гардероб. Также я очень долго себе никакую одежду не покупала, поэтому я решила, что время обновить немного гардероб. Я покупала вещи в нескольких местах, то есть я заказывала с Инстика, с Алиэкспресса, с других каких-то сайтов. Я хочу вам показать все вещи, которые я купила, так что... Так что добро пожаловать в мой холл! Вау, вот это переход, я ютубер. Я не сделала в ТикТоке примерно год, да, я бабушка, но это было принято решение для моего ментального здоровья, с которым не все так хорошо. Окей, переходим к холлу. Первое, что я вам хочу вам показать, это одежда, которую я заказала с такого интернет-магазинчика, который есть в Инстаграме, называется Фрея Фрея. У них такие вещи пинтересские, такие элегантные, такие девчачьи немножечко. Ее можно, в принципе, на улице носить, но мне кажется, ее дома суперкомфортно носить. Такая вот прозрачненькая, такая вот нежная, такая легкая, очень качественная. Также я заказала вот такой вот топ, он тоже из Фреи. Это такая вот одежда для дома. Я заказала вот такой вот голубой свитшот. Это русский бренд, называется Top Line. Я их случайно вообще увидела, по-моему, они в ленте у меня появились. И мне очень понравилась их одежда. Но они в основном специализируются на таких свитшотах. Они очень прикольные, такие плотные. Я заказала еще один свитшот, у них сейчас я вам покажу. Вот этот свитшот, когда его привезли, я его решила надеть в парикмахерскую. И когда мне делали осветление волос, мне там пару прядочек осветляли. Нет, не пару прядочек, в общем, мне делали что-то такое на голове. И когда мне осветляли, осветлитель попал на кофту. Как видите, там остались вот такие вот пятна. Поэтому я только по дому смогу ее носить. Тоже она такая вот прикольная, такой прикольный у фиолетового цвета. Так что рекомендую, если вы ищете свитшот, вы можете оттуда заказать. Я хотела вам рассказать, что уже на протяжении полутора месяцев я живу с парнем. Парень-чек, отношение-чек. И мы хотим переехать из этой квартиры, где мы сейчас живем. То есть вот в этой. И я вчера ездила смотреть квартиру, и она была супер-криповая. Я думала, что это Муру. Эта квартира находится на спортивной. Это очень удобно, это достаточно близко к центру, плюс мне к универу близко. Когда я шла туда, я заметила, что там, во-первых, рядом с квартиры находится... Ну, в соседнем доме находится хоспис. Это как бы уже навевало такой криповый вайб и какой-то нагнетающий. Потом дом супер-старый. И когда я зашла в эту квартиру, оттуда прям пахло старостью. Прям запах бабушек. Вообще, квартира была какая-то такая. То есть там были стены с дырами. Ну, не стены с дырами, а именно в обоих были дыры. Потом еще обои были грязные. Также там был супер-скрипучий пол. Представьте, если бы я снимала видео, например, как я иду, например, по квартире. И такой скрип. Не знаю, меня это очень смутило. Так что да, ищем дальше. Я теперь понимаю, почему многие люди пьют кофе. Кофе, он типа дает тебе такой crackhead energy. И сразу же у тебя какая-то болтливость появляется. Не знаю, у меня болтливость появляется от кофе. Почему я так много болтаю и не показываю вам одежду, скажите? Также из топ-лайна я заказала вот такое вот платье облегающее в универ. Мне понравилось, что оно, во-первых, такое плотненькое. И там есть такой вот вырез для пальца. Типа, это очень удобно и прикольно. Так, переходим к Алиэкспрессу. На Алиэкспрессе я заказала очень много вещей. Но они приходили как бы не все одновременно, поэтому я вот так вот показываю. На Алиэкспрессе я заказала себе вот такое вот фантастическое розовое платье. Посмотрите, какое оно шикарное. Я пока что его не срала, может быть, поэтому оно такого хорошего качества. Но материал реально очень напоминает шелк. Вообще, в последнее время мне очень нравится розовый. Я его реально рекомендую. Я его уже один раз надевала. Я когда надевала это платье, у меня немножечко вот тут расходилось. Оно немножечко с глубоким декольте, так что у меня постоянно был любви на лифчик. Наверное, надо под него надевать какую-то кофту. Также я из Алика заказала себе BDSM костюм. А, шучу. Я заказала себе вот такой вот костюм японской школьницы. Такую вот юбочку. Но я примерила ее, она оказалась дико короткая. Скорее всего, я ее просто для фотографий надену. Но очень жарко, что она такая короткая. Такая вот обычная юбка в полоску. Но качество, оно не сильно хорошее. Она типа стоила 800 рублей или сколько там. Но, в принципе, выглядит прикольно. Также к ней шел галстук вот такой вот. Жизнь, я похожа на своему папу. Капец. Я, кстати, никогда не носила галстук. Может быть, надеть в универ. Также к этому костюму шла вот такая вот белая рубашечка. Я ее еще ни разу надевала. Она выглядит супер маленькой. Не знаю. Она как на ребенка какого-то. Потом я хочу вам сейчас показать то, что я очень долго искала. И я очень хотела долго заказать. Знаю. Вы, скорее всего, их где-то видели. Это такие барби туфли. Они немножечко пародия на Валентина. Точнее, нет. Они прям, ну, точно так же выглядят, как туфли с Валентина. Они стоили где-то, по-моему, 2000 или 1500 рублей. Я их надела, и, к сожалению, они мне оказались большими. То есть, мне кажется, 40-го размера, а у меня 39-й. Также из обуви хочу вам показать, что я купила. Как вам такие черевички? Это суперудобная обувь для дома. Я ее заказала из Lary Dude. Вот. Они супер мягкие, уютные. Я уже предвкушаю, как я буду в них зимой гонять. Сейчас у них немножко жарковато. Вот. Такие мягкие. Следующее, что я вам хочу показать. Whole time, whole check, хэштег одежда, хэштег обувь. Ребята, если у вас у кого-нибудь есть видеокамера или фотокамера, можете мне посоветовать какую-нибудь камеру? Я хочу снимать теперь видосы на камеру, попробовать опять. Помните, у меня раньше была камера, но я потом ее продала, опять начала снимать на iPhone. В общем, сейчас я опять хочу снимать на камеру. Мне кажется, будет вайбово. И я не знаю, какую выбрать камеру. Так что посоветуйте мне в комментариях, какую бы камеру выбрать. Привет! Сейчас другой день, и мне принесли одежды. Я купила вот такую вот кофту из Avata. Она вот такая вот плотная, размер S, но достаточно оверсайзная. Я ее носила, наверное, раз 10 уже, потому что она офигенная. Я ее решила сейчас надеть, потому что она офигенно смотрится. Как же здорово покупать вещи, а еще особенно со скидкой. Я являюсь студентом, и для меня очень важна возможность экономить. Например, по своему студенческому билету я хожу там в разные кафешки, на маникюр. Я получаю скидку, если есть такая возможность. Благодаря бесплатной подписке плюс, мульти до конца года, а далее всего лишь 99 рублей в месяц, вы сможете очень удачно экономить. В подписку входят треки и подкасты на Яндекс.Музыке, множество фильмов и сериалов на кинопоиске, а также кэшбэк баллами в сервисах Яндекса. Плюсы можно находить во всем. Например, после домашки проводить вечер под интересный фильм. Или, например, по пути в универ слушать подкасты по теме лекции. А также копить баллы для покупок на Яндекс.Маркете. Вы можете получить бесплатный плюс мульти до конца года, если у вас есть действительно студенческий билет. Переходите по ссылке, активируйте подписку, пользуйтесь плюшками до конца года бесплатно и ловите плюсы от студенчества. Потом из Ля Ри Дуд я заказала себе офигенную черную кофту. Я ее уже, наверное, миллиард раз надевала. Вообще, Ля Ри Дуд, как я узнала об этом бренде? Во-первых, я о них узнала где-то год назад. Они мне предложили сотрудничать, я с ними сотрудничала. Вот тот вот стол, кстати, из Ля Ри Дуд. И у них есть одежда, я у них еще до этого не заказывала. Я решила у них искать одежду. Она офигенная. Сейчас это не реклама, а просто... Вообще, я никогда не сотрудничаю с теми брендами, которые мне не подходят или которые мне не нравятся. Я все бренды от души рекламирую. Это типа французский бренд. Вся одежда мега качественная, ребят. Я искренне рекомендую тут заказывать. Правда, одежда идет немного долго, но она того стоит. Такая вот черная кофточка на молнии. Она идеально подходит в универ. Или, например, на свидание ее можно надеть. Она очень подчеркивает талию. Я решила немного почувствовать в себя той самой загадочной парижанкой, которая уходит в юбке. Она мне оказалась большая. И из-за того, что она мне большая, ее приходится носить чуть-чуть ниже бедер. Я думала над тем, чтобы купить булавку и закалывать юбку. Материал хороший. Юбка не сильно плотная, но не сильно такая тонкая. Она не будет просвечиваться. Это мне нравится. Я хочу вам показать мою самую любимую покупку, которую я сделала за этот месяц. Это куртка зимняя. Но я ее сейчас ношу, потому что сейчас холодно. Сейчас вам покажу ее. Во-первых, она двухслойная. Посмотрите. У нее такой капюшончик. И цвет черный. Я всегда, на самом деле, мечтала о такой куртке. Я смотрела, например, фильмы про частную школу, например, в Великобритании. Все девушки, они носят такие куртки. Это было... Я всегда мечтала, в общем, вот такой. Она мега теплая. Я когда зашла на их сайт, я посмотрела, что она стоит сейчас 27 тысяч, а я ее покупала за 37. Тильт чек, расстройство чек. Она супер плотная. Она очень красиво на мне сидит. И, в общем, многие спрашивали про нее, где я ее заказала. Так что... Ля Редут. Также я решила себе заказать такие очки без диоптрии на Алиэкспрессе. Они слегка отдают желтизной. Они не супер белые. Люблю надеть такие очки в университет, притворяются загадочные. Все думают, что я умная, что я не понимаю, но на самом деле это не так. Также я себе заказала купальник из Аваты. Это инстаграм-брентик. Я их нашла вроде у кого-то из блогеров. Я видела у них в сторис, решила заказать. Такой вот купальничек с такими прикольными штучками. Мне понравилось, что под грудью есть вот такой вот вырез. Он немножечко так вот прилипает к груди и как бы делает ее более объемной. Супер купальник, мне нравится. Также я хочу вам показать одежду, которую мне прислал Мэтт Фрэнди. Это тоже русский бренд. Я обожаю у них одежду. Вот такая вот серая футболка с капельками. Я люблю дома носить. Вайп футболки бойфренда. Также я заказала себе вот такую вот графитовую худи. Я ношу в универ, когда я немного дед инсайд и мне как-то лень одеваться. Она все равно супер круто носится. Ткань плотная, хорошая. Также я заказала себе курточку с Алиэкспресса. Вот такая вот. Она тоже серого цвета. Просто помните мою предыдущую куртку? Она была коричневого цвета. Точнее, она до сих пор коричневого цвета. Я ее просто настолько сильно заносила, что я у людей начала ассоциироваться с этой курткой. Я поняла, что мне нужна новая куртка. И там уже как бы грязь и всякие дырки начали появляться. Поэтому я заказала себе серую. Я не думала, что с Алиэкспресса будет настолько хорошее качество. Ам, куртки. Из-за ваты я еще заказала вот такие вот джинсы. Но они мне оказались на два размера больше. Поэтому я их верну. Но у них такой красивый фасон. Они достаточно были дорогие. Но они реально хорошего качества. Мне кажется, что лучше купить вещь подороже, чем подешевле. И потом еще покупать какие-то новые вещи. Потому что те испортились. Потому что мне кажется, что чем дороже вещь, тем она качественнее. И тем дольше она будет вам служить. И тем лучше она будет на вас смотреться. Спасибо вам большое за просмотр. Кстати, зацените мои ногти. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, на инстаграм. Пока!